Как заботиться о нечистых преданных Господь? Потому что официально они об этом не говорят. Они говорят, нет, мы хотим здесь оставаться, нам тут нравится. И он понимает, что насилие-то нельзя. Бог все-таки, понимаете, очень чуткий Бог у нас. Он учитывает желание живого существа. Насильно никого в духовный мир не затащишь. Зачем там в духовном мире те, кого туда насильно затащили? Они же там все испортят, понимаете? Они будут там истерики закатывать. Зачем вы сюда нас привели? Мне и в Ташкенте было неплохо. У нас тут, понимаете, урюк есть. А у вас тут есть? Нет? Ну как мы тут будем жить? Правильно? Поэтому никто насильно в духовный мир никого не затаскивает. Но надо же как-то затащить, понимаете? И Кришне приходится такие хитрые ходы вообще делать. Вот чтобы, с одной стороны, ребенок был доволен, да? Чтобы он говорил, да, родители меня любят. Дают мне пирожки, да? С урюком. Вот. А с другой стороны, надо же его как-то образовывать. Поэтому Кришне приходится, ну, какие-то очень сложные мероприятия устраивать. Чтобы, с одной стороны, чтобы материалистические желания преданного были удовлетворены. И, с другой стороны, чтобы он все-таки продвигался в сознании Кришны. Продолжение следует...